Инвалидность не приговор Этот Новочеркасский детский дом интернат Интернатом-то назвать сложно, потому что старит настоящая семейная атмосфера Хочешь рисовать, рисуй, писать музыкой, пожалуйста, будь композитором А как создаются такие особые условия, расскажет директор Родионова Марина Николаевна Мы первые в Ростовской области перешли на инклюзивное образование Наши дети поехали в массовую школу, и это был прорыв Мы очень переживали, но когда наши ребятишки приехали в школы Настолько были встречены дружелюбно И нашим детям очень понравилось И вот она социализация Здесь же мы, каждый шаг, пройдя по нашему учреждению Можно понять, что в этом кабинете детишки в любой момент могут прийти порисовать В другом кабинете дети могут что-то приготовить В третьем кабинете они могут зайти за психологической помощью К высокому профессионалу Дальше компьютерный класс Открываются возможности компьютерной грамотности То есть все это дети здесь получают Сергей Ярославцев личность довольно известная И у него были свои личные персональные выставки Сергей художник Но сегодня он предстает в новом амплуа Как спортсмен и игрок в боча Джетбол в поле Это Наташа Королева Она занимается, навопреки своей звездной тезке, не вокалом А тренирует мальчиков И учит их играть в боча Эта игра, она специально основана для таких детей С ограниченными возможностями Это как бильярд Когда кто-то мяч кидает и всегда меняется Я подбираю заново ракурс, желобом целюсь и тогда кидаю Сменяют мяч для игры в боча на кисть Именно в этом кабинете Ассистент и спортсмен становятся художниками Сережа и Влад планируют поступить в грековское училище И уже рисуют профессионально Здесь развивают не только спортивное направление Каждый выбирает занятие по душе Вот, например, Илья Шлыков композитор И готов нас познакомить с своим первым произведением Кстати, никто, кроме нас, его еще не слышал Правильно? А мы еще даже не доделали Это так, не работает Ну вот, в принципе, это часть из той самой мелодии Просто предроб, он еще не доделан Я хочу создать очень наполненную и хорошо звучащую мелодию Я сейчас разрабатываю свое звучение Я стараюсь близиться к западу Мы сотрудничаем не только с городом Но, конечно, нам в помощь областная больница Ростова-на-Дону Но этим мы не ограничиваемся Потому что нашим детям делают высокотехнологичные операции И эти операции уже дети проходят Оперирование и реабилитации в Санкт-Петербурге и Москве И, конечно, мы видим хорошие результаты Потому что дети наши начинают ходить Это самое важное Это для того Мы вообще работаем для того, чтобы детей поставить на ноги И все максимальное мы, конечно же, стараемся сделать для наших детей Они настолько замечательные И хочется для них делать все больше и больше Для того, чтобы они вышли в мир Основная масса наших детей Это дети без попечения И дети сироты Поэтому необходима наша помощь Ежедневная работа каждого специалиста У нас работают очень квалифицированные специалисты В штате есть и врач-педиатр, и невролог Фельдшеры, медицинские сестры, массажисты Потому что это действительно необходимо для реабилитации детей Музыкальный руководитель в отпуске А дети не перестают заниматься Вот наша Танечка Ну что, Танюшка, получается песня? Да Ну, мне очень понравилось Значительно лучше, чем было буквально недавно Спасибо В этом детском доме полная творческая свобода Детям доверяют все Даже готовятся к творческому конкурсу самостоятельно Пока музыкальный руководитель в отпуске Сегодня у пульта Татьяна Шумилина Расскажи, как ты помогаешь? Ну, я помогаю музыку включать Ты уже в упускнице и приходишь в гости Ну, расскажи о своей жизни здесь Что тебе удалось отсюда взять, чему научиться И что тебе сейчас помогает? Я в детском доме начала заниматься пением Сейчас езжу на разные конкурсы всякие На концертах выступаю Вот Детский дом мне дал очень многое Какую тебе песню прийти, чтобы ты спела мама? Поставь реальную жизнь Ложишь И микрофон всегда по-разному Сетя прямая девушка плакала И там все окном Светет, решит реальная жизнь А солнце светит всем одинаково Любовь идет по-разному Логови Сейчас на нее Отстроить, решит реальная жизнь Прекрасная жизнь Лапулечка, ну как тебе настроение? Да, отлично Ты не будешь волноваться? Нет Ну, молодец, Луничка Холост у тебя хороший Все хорошо будет, не переживай Работай Все Будь умничкой Лет 14 я здесь прожила У меня очень много друзей К нам всегда приходили Ну, вообще, не знаю, сколько друзей Ну, очень много Мы общительнее стали Вышли за дверью детского дома И стали очень общительны, открыты Ничего не боимся Уже привыкли ко всем Сейчас я учусь в Рязанской области В городе Михайлове В Михайловском экономическом колледже-интернате Я поступила на бухгалтеров Вот сейчас обучаюсь Сейчас мы на каникулах Потом с 1 сентября мы снова поедем на учебу Очень важная часть – это реабилитация После операции, восстановление Расскажите, как это у вас проходит в интернате? Работают специалисты Которые проводят курсовое лечение Курсовые массажи Вот сейчас мы с вами посмотрим Результат После операционной Реабилитация наша Как Елизавета пошла Как она поставила перед собой цель И насколько наши массажисты Владеют различными видами массажа И насколько это действительно Дает эффективный, хороший результат С Лизой мы долгое время занимались Мы занимались до операции реабилитации После операции реабилитации Ну, насколько это было возможно Как правило, дети начинают у нас ходить Ходить, ну, при помощи ходунов При помощи, ну, с нами ходят За руки ходят Иногда, конечно, в коляске возвращаются Ну, как бы для того, для собственного удобства Вот как раз у нас швы присутствуют Это швы послеоперационные Это трехгодичной давности швы Делалась операция Потом была реабилитация Лиза, насколько я знаю Подожди, ты так бегаешь Я за тобой не успеваю Лиза недавно научилась ходить И уже бежит Мне просто не удалось успеть Хорошо, я сяду рядышком Недавно ты сидела в инвалидной коляске И совсем не умела ходить Какие у тебя были ощущения Когда ты в первый раз встала? Свободу То, что меня никто не возит На коляске Я поняла, что мне это надо Когда-нибудь Мне все равно Это, ну, надо было пойти И я пошла Лучше пойти Ну, сейчас, когда я поменьше Чем потом, когда я буду постарше У нас девочки посещают кружок Юные хозяюшки Где мы обучаемся Разным навыкам Приготовления И салатов И первых блюд Сегодня мы с девчонками Будем делать Что, девчонки? Салат Потому что лето Это время витаминов Правильно? И вот мы сегодня Приготовим с ними Витаминный салатик Давайте с вами распределимся Мы уже знаем, кто что будет делать Выбирайте Мы заходим сейчас с вами В кабинет педагога-психолога В 2016 году Оксана Васильевна Заняла третье место Во всероссийском конкурсе Так что это у нас Лучший психолог Поэтому мы рады Что с нашими детьми Работают такого рода специалисты Работа психолога Очень интересная И в нее будет очень много Разных форм работы Это и тестирование, конечно же Это и занятия с детьми И консультации Но вот сейчас у нас Летнее время И моя задача сейчас Как психолога Это вот Их дух поднимать Веру в себя Продолжать поднимать И вот мы как бы Водерживаем с ними контакты Для того, чтобы они И всегда имели человека С кем можно обсудить Какие-то проблемы Которые возникают Это и конфликты там Со сверстниками Со взрослыми Могут быть какие-то Там это просто Какие-то переживания Плохое настроение Депрессия И вот тогда На помощь приходит психолог И девчонки находятся Все у меня в моих друзьях В контактах В социальных сетях Поэтому мы в одноклассниках Мы там общаемся И у нас такая форма работы Даже наши выпускники Которые закончили Наше учреждение Уже выпустились Из наших стен Они продолжают С нами общаться И приходят нам сюда в гости Вот и я сегодня пришла Я нахожусь сейчас в отпуске И вот сейчас тоже Пришла к ним в гости Знаешь о том, что Ты вот сейчас делала фотографии Там со своей этой певицей А знаешь о том, что Она тоже наверняка Делала эти фотографии Да ладно Она тоже такие вещи очень любит Они все фотографируются И им это очень нравится Приятно очень Как вы сопровождаете своих воспитанников Они у вас до 18 лет Или вы дальше с ними Поддерживаете связь? Когда наступает совершеннолетие Как и в любой семье Мы задумываемся Куда пойдут учиться наши дети Мы обсуждаем это с детьми И конечно же Даже на учебу Я еду сама лично Для того, чтобы посмотреть Куда ребенок поступает Для того, чтобы присутствовать На собеседовании Чтобы ребенок ощущал Что он не один Ну а черкасский детский дом Интернат адаптирован Для маломобильных групп Населения полностью А благодаря госпрограмме Ростовской области Доступная среда Здесь установлены пандусы Опорный поручник В коридорах И на лестнице А также установлена Специализированная сантехника И есть ступенька ход Если тебе не дано То, что есть у всех Значит обязательно Есть то, чего нет ни у кого Это каждый раз доказывают Герои нашей программы До встречи через неделю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому